Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка компании Тикмилу с именем Артур Изятули. Акции азиатских компаний выросли до максимума трех с половиной недель, зародившись оптимизмом с Wall Street, где происходит постепенная синхронизация настроений с дружелюбным для инвесторов новостным фоном. Позитивной новостью стало решение переговорного группа США и Китая продлить встречу на еще один незапланированный третий день. Значит, им есть о чем поговорить, и дорога к торговой сделке становится все более гладкой. Насколько понятно из сообщений, касающихся торговых переговоров, стороны двигаются от простых к сложным разногласиям. Китай прорабатывает возможности возобновления увеличения закупок сельхозпродукций и энергоносителей, а также увеличение степени открытости экономики. С одной стороны, это можно считать уступкой, но она имеет характер, необходимость, так как в условиях падающих производственных объемов, экспорта и импорта, иностранные инвестиции, стимулирование импорта за счет покупки иностранных товаров является возможностью поддержать экономику. Тем не менее, взгляды на путь и темп осуществления структурных реформ Китая значительно разнятся у воюющих сторон. Менее очевидные немедленные преимущества и недостатки договоренности обуславливают длительность решения подобных вопросов. Поэтому, по видимости, отлеющий конфликт между двумя странами рискует разгореться с новой силой, что делает реакцию рынков на прогресс в переговорах довольно сдержанной. Китай уже показал свои возможности мстить, затруднив продажи продукции Apple на внутреннем рынке, о снижении продаж предупредила сама компания, разрушив представление инвесторов, о них как об одном из немогочисленных островков стабильности для инвесторов на фондовом рынке США. Трамп сообщил в Твиттере, что переговоры идут хорошо, и это оказало поддержку спросу на риск. S&P 500 вырос во вторник почти на 1%, доводя размер коррекции с предновогонних минимумов до 9%. Трамп, предчувствуя негативные последствия собственного внешнеполитического курса, стремится прийти к соглашению с Китаем как можно быстрее, об этом сообщил Блумберг, совоисто на источнике в Лондоне. Как я уже описал ранее, откат агрессивной политики ФРС, обозначенный выступлением Пауэлла, инициировал поиск доходности на рынке, что заметно из устойчивого роста фондовых индексов, снижению безрисковых активов и, например, стремительного сокращения коротких позиций по рублю. С начала года пара доллар-рубль откатилась с 70 до 67 рублей за доллар. Экстремальный уклон в пользу защитных активов перед Новым годом был хорошо замесен из этого графика. Это график доходности 10-летних японских облигаций. Для них Банк Японии прошлым летом расширил коридор флуктуации доходности. Несмотря на это, доходность в предновогодний период самостоятельно спустилась к нулевой отметке, даже заходила в негативную, в отрицательную зону. Однако с начала года успешно из нее выходит. И нужно понимать, что такие индикаторы, когда рынок сильно выходит из-за равновесия, именно такие индикаторы некоторое время могут давать ценную информацию о том, как меняется настроение. Потом, когда рынок уже возвращается в равновесию, колебания доходности становятся уже более случайными, и поэтому по безрисковым активам сложно понимать, какие настроения сейчас преобладают на рынке. Цена за баррель ВТА потянулась к отметке 50 долларов за баррель, благодаря непредвиденному сокращению запасов в США, согласно данным Американского нефтяного института. Нефтяные цены поддерживают перспективы роста спроса, если прогресс в переговорах между США и Китаем продолжит увеличиваться. Леопытно будет сегодня также взглянуть на протокол заседания ФРС в декабре, после резкой смены Туаны Паула, формулировки о продолжении агрессивной политики ужесточения могут в некоторой степени сейчас потерять смысл, однако если данные, если формулировки позволят интерпретацию сомневающихся ФРС, то это вызовет дополнительный наплыв инвесторов в риск активы, так как слова, подкрепленные делом, конечно же, звучат гораздо убедительнее. Завтра Паула выступает в экономическом клубе в Вашингтоне и, вероятно, попробует повторно поддержать обычную иностранную рынку, поэтому ожидания на конец недели, вероятно, будут срочены именно на продолжении роста. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу.